Здравствуйте, меня зовут Севасян Адынский и сегодня на уроке физики мы с вами рассмотрим решение задачи у тепловых машин. Условия выглядят таким вот образом. На ПВ-диаграмме показано изменение состояния одного моля идеального одноатомного газа, используемого в качестве рабочего вещества теплового двигателя. Отношение максимальной абсолютной температуры газа к его минимальной температуре в данном цикле n равное 4. Определите максимально возможный КПД теплового двигателя, который работает по этому циклу. То есть нам дан график и нам необходимо определить КПД. Вот данный график. И рядом как раз таки формула КПД, который позволит нам определить КПД данной тепловой машины. Для того, чтобы определить КПД, нам нужно знать работу, которая совершается газом и количество теплоты, полученное от нагревателя. Это как раз таки отношение КПД. Работа газа будет совершаться там, где у нас газ расширяется. По графику мы видим, что расширение газа, то есть увеличение объема происходит только на участке 1-2. Поэтому только на участке 1-2 газ будет совершать работу. Для того, чтобы работу газа определить, нам необходимо посчитать площадь трапеции, которая ограничена точками A, 1-2, B. Тем самым мы определим как раз таки работу газа. Теперь работа на участке 2-3 равна нулю, потому что здесь изохарический процесс, то есть объем не меняется и соответственно газ не совершает работу. На участке 3-1 происходит сжатие, потому что объем уменьшается. И здесь работа газа будет отрицательна и равна площади ограниченной фигуры, то есть здесь прямоугольник A, 1-3, B. То есть вот здесь будет совершаться отрицательная работа газа. И зная как бы объемы, данные точки, значение их объема и давления, мы можем посчитать площади. Работа газа за цикл равна площади треугольника 1-2-3, потому что мы первую площадь трапеции определяем по теории работы газа. Но у нас еще есть участок 1-3, где работа газа совершается отрицательно, то есть происходит уменьшение. И в конечном итоге у нас получается, что за цикл работы газа будет совершаться как раз таки ограниченно площадью треугольника 1-2-3. То есть если мы определим площадь данного треугольника, то мы сможем определить работу, которую совершил газ за один цикл. Для этого нам необходимо определить площадь треугольника. Мы знаем, что площадь треугольника определяется как 1-2 основания на высоту. И вот здесь вот как раз таки коэффициент 1-2 появляется в результате определения формулы треугольника. Мы знаем, что у нас одно основание связано с объемом, а другое связано с давлением. И поэтому подставляем значение, и мы знаем, что работа на участке 1-2 будет совершаться вот по такой формуле и будет определяться по данной формуле. Здесь объем газа и давления увеличивается на участке 1-2, поэтому температура и внутренняя энергия газа возрастает. То есть внутренняя энергия, она непосредственно связана с температурой. И зная это, мы вспоминаем с вами формулу внутренней энергии для одноатомного газа. 3-2, ню, рт. Но ню по условию нашей задачи равно единице, и поэтому внутренняя энергия определяется как 3-2, рт. Давайте посчитаем количество теплоты, которое газ получил на участке 1-2. Здесь нам необходимо по первому закону термодинамики сложить между собой работу, которую совершил газ, и изменение внутренней энергии. То есть 3-2, ню, р, дельта, т. Ню, напоминаю, у нас единица, поэтому здесь в данной формуле ню как отдельной буквы нет. Также для того, чтобы определить кью нагревателя. Кью нагреватель это количество теплоты, полученное от нагревателя. Это не что иное, как кью на участке 1-2. И то есть кью нагревателя мы определяем по данной формуле. Нужно работу на участке 1-2 прибавить, 3-2, r, дельта, т. То есть насколько изменилась температура газа. И мы тем самым определяем кью нагревателя. Далее. Мы знаем, что коэффициент n у нас равен 4. И поэтому температуры будут отличаться в 4 раза. То есть вот мы видим, что температура по сравнению с первоначальной температурой возрастает в 4 раза. И опираясь на уравнение Менделеева и Клаперона, мы можем отсюда вывести, как отличаются между собой давление и объемы. То есть давление в конце процесса и объем в конце процесса будут отличаться от показателей в начале. Также будут отличаться в 2 раза. И это нам пригодится в следующем, чтобы определить как раз-таки, какая работа совершается. И определить, насколько изменилась внутренняя энергия, если мы будем опираться на разницу температур. Работу, которую совершает газ, мы можем выразить, опираясь на площадь треугольника. И можем это выразить через температуру. Тем самым мы получаем работу, которую совершает газ, определяется как R умноженное на T1 поделенное на 2. А Q, количество теплоты, которое мы получили от нагревателя, мы тоже можем, опираясь на формулу, выразить через газовую постоянную и температуру. И в конечном итоге мы получим, что Q нагревателя у нас получается 6 умноженное на R умноженное на T1. Далее, данную работу и количество теплоты, полученное от нагревателя, мы можем подставить в формулу КПД. Как раз-таки КПД нам необходимо определить. Мы подставляем, и у нас газовая постоянная и начальная температура T1 у нас сократится. И у нас останется только отношение 1 к 12. То есть, мы получаем КПД равное 1,12. Это в долях. Чтобы определить в процентах, нам нужно эти два числа поделить и умножить на 100%. И мы в этом случае уже получим КПД в процентах. Итак, давайте подытожим, что мы сегодня с вами рассмотрели. Мы с вами рассмотрели, каким образом решается задача на КПД тепловых машин. Мы с вами рассмотрели график в зависимости ПЭТ, вы определили, что будет являться работой газа. И также определили, что будет являться количеством теплоты для нагревателя. И с помощью знаний площадей геометрических фигур, мы опирались на график, определили как раз-таки работу количества теплоты. Эти два показателя мы поделили и определили как раз-таки КПД, которое от нас требовалось найти. Всем спасибо. До встречи на следующем уроке.